Единая благоустроенная набережная от Соковского моста до парка Степаново. Реальность или мечта? Члены Ивановского областного движения «Аркдозор» уверены, что соединить центр города с одним из парков вполне возможно. Даже называется срок – 2021 год, когда Иваново отметит 150-летний юбилей и будет принимать участников Международного креативного фестиваля. Каких-то особых трудностей для реализации этого проекта нет, потому что трудности обычно связывают с тем, что есть какие-то нежилые помещения на этом участке. Но на участке, например, от парка Степаново до улицы Громобой вообще недвижимости нет, по сути, которая будет мешать реализации этого проекта. А на участке от улицы Громобой до площади Пушкина – это порядка пяти объектов, которые, в принципе, можно либо вписать в общую концепцию реализации, либо выкупить и снести. Иваново не имеет единого центра, и это неправильно, уверены аркдозоровцы. Если убрать преграды, горожане смогут любоваться на памятнике промышленной архитектуры, которая выходит на ободь. Появятся зоны для отдыха и прогулок, пешеходные велодорожки, лавочки, освещение. Плотина БИМ при этом не помешает. Проход можно сделать в отдалении от нее. Вариантов, где брать средства на реализацию проекта, несколько. Эта концепция будет являться дополнительным стимулом для привлечения средств в рамках проведения Международного креативного фестиваля в 2021 году. И также тех программ по благоустройству реализации городской среды и Министерства ЖКХ. Частью масштабного проекта по благоустройству набережной Уводи станет веловокзал, где будет осуществляться прокат и продажа велосипедов. Его начнут строить уже в апреле на участке между Соховским и Банным мостом. Все люди, кто живет в городе, они стремятся прийти к реке и отдохнуть, погулять. Пожилые люди могут просто посидеть на лавочках. Можно заняться спортом, например, создать велодорожки по набережной, по которым будут кататься люди. Вот для этого мы и проектируем этот веловокзал. Задача проекта преобразования набережной – создать современную городскую среду, где люди смогут хорошо проводить время. Иваново уникально тем, что это единственный город, в центре которого можно создать много новых площадей на территории старых фабрик. Пустующие промышленные здания могут обрести вторую жизнь, а их окружение можно дополнить строительством жилых домов в стиле красной кирпичной кладки. По крайней мере, такие разработки у ивановских архитекторов уже имеются. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.